это чей канал нету никого ну все сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить вы с россией здравствуй северо-запад россии санкт-петербург и верная пальмера многие так называют северной венеции вам повезло сегодня вы откуда будете вам повезло вам повезло сегодня будете разговаривать с южный пример город одесса одесса уже разговаривали мы с южный повезло горит что посмотрим слышал да я слышал что так одессу называют давайте о чем-нибудь поговорим давайте попробуем если есть у вас вопросы задавайте давай пальмиров как вы ощущаете последние 11 проживая в санкт-петербург что еще раз а чё не ленинград переименовали вернули историческое название у нас в украине такая же история мы переименовываем города вы россияне по-прежнему их называете поскольку у вас не возвращают у вас одна беда не возвращают исторические названия а придумывают новые ну вот артемовск был бахмутом всегда и стал бахмутом но вы все равно его называете артемов ну ладно днепропетровск днепр ну я не знаю одесса слава богу не поменяла название вы знаете что сегодня юнеско признала центр города одессы историческим памятником это интересно юнеско это интересно я вот вам про днепр про днепр то почему исторические названия днепру не вернули а мы сейчас с вами будем говорить про исторические названия я говорю про прецедент да он начал про одно название а потом решился скачать потому что тут же неудобненько стало чё говорит у вас это у вас это ладно давайте другую тему а чё соскакиваешь грубо говоря вы ленинградскую область оставили я могу объяснить если вам интересно это столица ленинградского нет нет неправильно ленинград и санкт-петербург до нынешний санкт-петербург и ленинградская область это абсолютно два разных субъекта российской федерации по конституции российской федерации 65 статье очень сложно проводить могу я могу я вам опять начинается сам себе вопрос задал и сидит на евгении не отвечайте вы пусть сам с собой разговаривать давайте послушаем умного человека он сам себе вопросы задает интересно могу я вам договорить чтобы вы не перебивали а потом выслушаю вас хорошо не интересно я люблю когда они перебивают я прям мне мне интересно их попозорить берешь сразу просто замолкаешь и сидишь слушаешь как они сами себя закапывают вы говорите вы говорите вы говорите о вещах вы же перебиваете когда я вас перебиваю зачем вы меня перебиваете я же вас сейчас перебиваю давайте по очереди перебивать друг друга перебивайте когда я говорю вы перебиваете поэтому давайте построим давайте-давайте по очереди другая перебивать давайте-давайте построим до折ете построим диалог так что когда вы говорите давайте-туда по черту прозже мы с вами разговорим о разных вещах смотрите на народах Переименований городов Стали говорить вы Это не моя тема Я лишь подключился к вашей теме Потом вы стали говорить о субъектах Российской Федерации Опять я начинаю вам объяснять А вы сразу перебиваете Если вам эта тема не интересная Тогда не начинайте ее Тема может быть интересной только тогда Когда есть мозги Но поскольку у тебя нету Поэтому все темы не интересные Когда мы основываемся на каких-то Общепринятых Общепринятых фактах Когда я спросил За ваше переименование Имею ввиду то Что вы переименовали А мы не переименовали Вы можете, мы не можем Вы не можете, а мы можем Поэтому когда вы переименовываете нельзя А когда мы, тогда можно, тогда нельзя Потому что когда у вас переименовывают И у нас переименовывают Но не все переименовывают Поэтому неинтересно, по идее, что очень многие вещи вы считаете нормальным, называть то, как было при Советском Союзе, наши города, если мы говорим про города, при этом в своей стране, в вашей стране, вы делаете с точностью наоборот, иногда. Но мне, лично, мне, все равно, что вы делаете, на основании вашей Конституции, ваши субъекты, почему Ленинградская, почему Санкт-Петербург. Мне все равно, но я вопрос все-таки спросил. Ему все равно, но вопрос задал. Ну вы же понимаете, с точки зрения общепризнанных моментов, тут есть какая-то непонятная вещь. Непонятно. То есть вот они Бахмут переименовали в Бахмут, а Днепропетровск почему-то не переименовывают обратно в Днепропетровск. Ну закономерно же. Ну, один город переименовали, другой нахрен не хотим. Закономерно? Закономерно. В чем закономерность? Хер его знает, но какая-то должна быть. Я лишь подчеркиваю о том, учитывая, что вы с северной полимеры, а я с южной. О, односельчане ее получается, да? О том, что, по сути дела, Российская Федерация слишком часто взмешивается в чужие дела. А, мы что-то вмешались как-то в их дела? Не понял. Про переименование? Как бы указывая, как там жить, что переименовывать, какие памятники должны стоять и так далее и тому подобное. Излишне, чрезмерно. Излишне, чрезмерно. Я бы сказал, чрезмерно, излишне. Даже, наверное. Так. Все? Закончили? Да. Могу я пояснить некоторые ваши тезисы? Вы любите говорить о тех вещах, о которых не имеете никакого понятия, поэтому следует вам пояснить. Когда вы говорите о переименованиях, в Российской Федерации переименовывают даже если города, то спрашивают у всего народа. Проходит референдум среди жителей города Ленинграда. В свое время прошел референдум, и у людей спросили, как они хотят, чтобы наименовался их город. В отличие от вашей страны, свободной и независимой, у народа почему-то никогда ни о чем не спрашивают. Потому что от народа ничего не зависит. Они независимые. Почему? Потому что от них нихрена не зависит. Сказали, будет Днепр. Все, будет Днепр. Похер, что как река. Переименование города Днепропетровска в город Днепро, как пример тому, у людей, простых, обычных граждан этого города, не спросили. Решение принимала местная власть ваша, депутаты местного самоуправления города. Это же нормальная демократическая система. Так вот как демократия выглядит. Оказывается, вот как выглядит демократия. Это нормальная система. Когда народ пошел на, тебя не спрашивают, ты независимый, от тебя ничего не зависит. А решает кучка людей. Вот как демократия. А-а-а. Так у нас тогда не демократическая страна получается. У нас людей спрашивают. Это что тогда получается? У нас что? Как называется у нас? Демократическая система, когда спрашивают демократическая система, вы, говорит, меня перебиваете. Я вас не перебивал и начал перебивать. Вот урод, а. Я не договорил. Вы начинаете сразу перебивать. Я не могу не заметить. Подождите. Раз вы заговорили, я вас слушал, я вас слушал, ни разу не перебил. Почему вы себе позволяете перебивать меня? Потому что мозгов нема. Да говорю, я скажу, пожалуйста, слушаю вас. Так вот, демократическая система это тогда, когда спрашивают у народа. По поводу Ленинградской области и Санкт-Петербурга хочу вам пояснить, что если вы не знаете, что прописано в Конституции России, то там есть перечень субъектов федерации. Есть отдельный субъект федерации город федерального значения. У нас их три. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. А есть другие субъекты федерации. Области, края, там много всего. Севастополь федерального значения. Город Севастополь федерального значения. Какого года? Ой, слушайте, это было еще при Советском Союзе. Он был уже городом, отдельным субъектом. Отдельным субъектом. Севастополь город. Российской Федерации? Нет, нет, Советского Союза. А Российской Федерации, отдельный субъект Российской Федерации, он стал с 2014 года. 2014 года, ага. Ну вот, давайте, запомним этот момент. Отдельная республика Крым, отдельно город Севастополь. Это два разных субъекта. У нас есть такое понятие, как город федерального значения. Так вот, Санкт-Петербург и Ленинградская область, это два абсолютно разных субъекта. Со своим правительством, со своими губернаторами, со своими бюджетами, налогами и со всем прочим, всем остальным. Поэтому, когда переименовывали город Ленинград в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, естественно, оставили без изменения, потому что это отдельный субъект. И граждане Ленинградской области должны сами решать, как им именовать. Теперь я вас понял, почему вы так зарубились. Объясню, что я имел в виду конкретно. В том моменте, когда я зацепил города, я по поводу непосредственно Санкт-Петербурга, вернее, Северной Пальмиры Российской Федерации, о его переименовании и так далее. Вы так захотели, восприняло решение народ и так далее. Народ, народ. Слава Богу. Вы сейчас мне рассказываете про некоторые референдумы. Так вот, с точки зрения демократического общества, мы, выбирая депутатам, делегируем им некоторые вещи. А, все, они делегируют, значит, депутаты могут творить, что хотят, не спрашивая вообще ничего. То есть, по его мнению, депутаты подсобрались и могут, допустим, взять и сказать, так, а давайте-ка ебанем налог на воздух 50%. Все, давайте, пацаны. Нам деньги. А что это вы возмущаетесь, народ? Тихо, тихо, тихо. Вы нас делегировали? Все, мы такое решение приняты. А что это вы на улице повыходили? А ну, хлебальнички прикрыли, прикрыли. Мы же от вас, мы же для вас, ну, в смысле, для нас от вас. Поэтому закрыли хлебальнички. Это демократия, демократия. Второй момент. Я уверен, что город Днепр сейчас на 80% в сердцах Днепрян. Город Днепр. Я уверен. Спрашивать не будем, естественно, нахер надо, я уверен. Демократия. По поводу, у вас есть какие-то данные, я просто не перебиваю. Ну, вы же не у них, у них демократия, он так чувствует. Я чувствую всей своей внутренней чакрой. Перебивайте. Ну, вы сказали 80%. Я же отвечаю, как бы, на ваши вопросы, чтобы вы могли. Вы сказали 80%. Касается референдумом, я в Сананной Республике. Ну, вот сейчас меня перебили опять. Так а 80% кто посчитал? Я услышал, я услышал вашу точку зрения и продолжаю. И по поводу референдума в Автономной Республике Крым, который тоже был субъектом украинского государства, Автономная Республика Крым. Да, да, да. Украина по конституции унитарное государство, там не должно быть республика. Да не важно, у нас была Автономная Республика Крым. По конституции не должно быть. Она должна была быть, ну не была, но должна была быть. У нас вообще на Украине демократия клевая штука. У нас все должно быть, но ничего нету. Но у нас все должно быть. Да не знаю, как вы считаете, по нашей конституции это была. У вас написано, это унитарное государство, не федерация. У нас это была область, да, 26-я. Нет, области у вас не было такой. И по поводу, и по поводу, и по поводу дальше. Референдумов, так называемых, которые вы иногда проводите в городах, там, или в этом самом... Которые вы, демократия хреновая, иногда проводите. Вот у нас ни одного референдума, вот это мы демократия. Фу, сами референдумы достали уже. У нас выходной вообще-то. Вы странные референдумы проводите по поводу своей конституции. Но непосредственно по поводу референдума Республики Крым, который провели, по сути дела, под контролем вооруженных людей. Ага, да, да, да. Под дулом автомата, под одним. Все, все под одним дулом. Так, так. Я вот вам бы не советовал рассказывать мне про референдум. Потому что, например, если все закончится не так, как вы думаете, тут, например, в Приднестровье пройдет новый референдум. Под контролем других вооруженных людей. И однозначно это станет частью Молдовы на сегодняшний день. Я живу тут рядом. Угрожаете Приднестровье? Так вот я о чем говорю. Ваши референдумы, конституции и так далее. Все, что вы говорите об этом, я знаю. Ваша страна напала на мою, я пытаюсь вас понять. Да, все знает. Все знает, но сказать не может. Как собака. Все знает, все понимает, сказать нормально не может. Изо рта что-то высыпается не то. Да? Ну да, да. Я пытаюсь понять. Давайте это обсудим. Не, ваше нападение? Ну конечно, вас это волнует же. Вы говорите, что вас волнует. Я хочу, зачем говорить о том, что вам безразлично. Вы мне сейчас хотите растолковать, что нападение было неизбежным и нужным? Если в этом ключе мы сразу закончим разговор. А, давайте вопрос. То есть его по правде не интересует. Мы сразу закончим разговор. Прикольно, мне нравится. Разговаривайте, как мне интересно. Тогда я буду с вами разговаривать. А если вы будете говорить вот то, что мне не нравится, мы не будем разговаривать. А с кем тогда ты разговаривать вообще будешь? Интересно. Твое мнение? Хрен никому не уперлось, дядь. Вопрос вам задам, а вы ответьте, попробуйте. А когда Российская Федерация напала на вас? Напала? Ну вы же говорите о нападении. Первая аннексия территории началась в вашем референдуме, который вы провели. И который может нарисовать что угодно. Воспользовать. Не, не, не. Вы сейчас не перебивайте. Я рассказываю о нападении. Так вы о нападении... Я рассказываю в целом о нападении. Послушай меня, дорогой мой человек. Вы о нападении или о нападении? Как нападение может быть референдум? Вы напали на нас, проведя референдум. Жесткое нападение. Всех поубивали или что? Или всех сдуло под дулом? Слышать, да. Началось с референдума. Назвать дату. Дату назвать. Блокировал... Да подожди, не перебивай. Ты начинаешь перебивать меня. Слышишь? Слышишь? Я культурный, ёпта. Слышишь? Ёпта. Ты дату назови. Сидит в сказке, рассказывает. Я тебе рассказываю о нападении. Рассказываю о нападении, не рассказывая о нападении. А ты слушай. Потому что я рассказываю о нападении. Не про нападение, а про референдум. Ты меня спрашиваешь. Я живу в этой стране. Рассказываю тебе. В 2014 году. Я в 2013 году был в Крыму. Летом 2013 года. Ну все, тогда верим. Верим? Он в 2013 году был в Крыму. Я ему верю. Вы вопрос не услышали. Я спросил, когда Россия вас нападает? Услышал ваш вопрос. Рассказываю. Когда, когда, когда. В 2014? Дату, дату, назовите. Ну считайте, когда там в 2014 году. Ну считайте. Это же математика. Календарь это математическая наука. Что у вас по математике было? Считайте. Ну какая дата? Ну дата. Посчитайте. Вот по математике пятерка. Посчитайте. Послушайте. Вы садились. Вы знаете, когда началось... Ну сейчас мы поднимем интернет. Я скажу точную дату. Когда началась блокировка военных частей. Послушайте. Послушайте. Не важно. На вашу страну... Мы идем по круглым датам. Не надо копать меня. Может быть час мы будем на меня ходить. Я не копаю. Вы говорите... Это несерьезно. Вы меня перебиваете. Вы не дадите мне рассказать суть. Так вы не отвечаете на вопрос. Они являются факты. Не отвечаете на вопрос. Я не собираюсь... Не отвечаете на вопрос. Я не собираюсь вам отвечать на вопрос. Я... Еще один. Не задавайте мне вопросов. Давайте разговаривать без вопросов. Хватит мне вопросов задавать. Давайте так общаться. Рассказываю вам. Так мы важную тему обсуждаем. Версию. Такая какая есть. Мы обсуждаем тему. А он рассказывает версию какая есть. Какая есть версия. Ну та которая реальная. В его башке. У него в башке есть реальная версия всего. Все остальное говно. Документы там подтверждения. Это все говно. У него в голове есть реальная версия. Просто он еще никому ее не показывал. Сейчас как. Рос. И покажет. И все узнают правду. А ну давай. А правда и так далее. Когда Россия напала на вас? Сейчас постоянно начинаете перебивать. Давайте. Россия когда напала. Потому что это неинтересно. Подождите. Не, не, не. До свидания. А когда Россия напала на вас? Ты продолжай с кем-нибудь другим наярить. Так вы же не знаете когда Россия напала. Очень умно выиграть. Не знаете когда Россия на вас напала. Знает. Когда референдум. Потом когда пришли. Зеленый. Ну даты нет. Дату надо посчитать. Ну вы же по математике пятерка. Посчитайте. Четырнадцатый год. Референдум. Россия. Украина. Гиркин Стрелков. Турчинов. Яценюк. Якубович. Янукович. Поле чудес. Какое число получается? Правильно. Пошел я. Якубович. Референдум.